Всем привет! С вами Андронет. И знаете, что я хочу сказать перед началом данного ролика? Это то, что благодаря именно каналу я делаю что-то многое впервые. Я сегодня впервые буду разбирать айфон, вообще хоть какой-то телефон, потому что до этого именно который запечатан, так скажем, ну где нельзя просто достать батарейку, сняв крышку, я не разбирал. А тут именно надо какими-то обходными путями. Как раз таки первый мой смартфон, это вот айфон 5s, который я купил за 1000 рублей будет, и я уже делал видос про него и сказал там, что в нём всё нормально, единственное, что это проблема с аккумулятором. Конечно же, долго не думая, я заказал себе увеличенный аккумулятор с Алиэкспресс на 1700 мА. Как мы знаем, если вы не знаете, то я вам скажу, что аккумулятор у айфона 5s на 1560 мА, и в нашем времени, вот с последней версии iOS, то есть 12.4.5 уже вышла, он зарядку очень плохо держит, даже если она будет 100%, ну в смысле 100% состояние батареи. Ну, не знаю, возможно, увеличенная батарейка, вот она как выглядит, в принципе, так же, как и тут, только тут 1700 мА. Ну, а потом я просто расскажу про свои ощущения, но для начала надо бы её поставить. Ну что, давайте приступим и попытаемся это сделать. Поехали. Итак, я нашёл какую-то инструкцию в интернете, то есть по ней я буду ориентироваться и менять аккумулятор на айфоне 5s. Сам набор, вот данный, который мне пришёл с Алиэкспресс, стоит 1000 рублей, но зато здесь не только сам аккумулятор, даже учитывая то, что он увеличенный, а ещё и всякие прибамбасы для того, чтобы, ну, вообще сделать вот это всё, открыть айфон, закрыть айфон, всякие отверточки, потому что для айфона нужна именно специфическая такая маленькая отверточка, которую нигде не найти, а здесь её предоставили. Ну, давайте попробуем. Начинаем с того, что нужно открутить вот эти две гайки. Итак, погнали. Походу, не ту отвертку я взял, надо взять другую. Да-да, походу, именно надо было вот эту, всё правильно. Оп, главное ещё всё это не потерять. Вот какой ещё страх. Бинго, я снял два болтика этих, теперь нужно снимать крышку. А как это сделать? Вот для этого есть вот такая вот липучка, которую нужно приклеить именно рядом с кнопкой. Мы это делаем, бац, прикрепляем, потом берём вот такую вот пластиковую штучку, и чтобы вот эта липучка, она плотно прилегала именно к этой части, к айфону, и всё нужно делать предельно аккуратно. Так, блин, ну, честно, я не знаю, как у меня сейчас это всё получится, но я попробую. Начинать-то хотя бы когда-нибудь надо, потому что как же это я снимаю про телефоны, про смартфоны, а никогда не разбирал ничего. Так, вот что-то начало. Она уже начала тянуться, но надо придерживать. Оп, 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 что-то получилось. Так, дальше, смотрим, что там у нас. Ага, вот такая вот штучка, которую тоже как-то, видимо, надо отцепить. Давайте теперь открепим сразу вот эту присоску, чтобы продолжить взаимодействовать с айфоном, потому что она нам больше не пригодится. Так, и вот здесь у нас первая проблема встречает, это вот этот вот шлейф, который, видите, это у нас кнопка Touch ID. Если его порвать, то сканер отпечатка пальца может больше не работать, поэтому здесь нужно делать всё предельно аккуратно. Так, главное вот не тяните, потому что если потянуть, то реально порвёте, и всё. А тут, мне кажется, так всё хрупко держится. Вот, что-то у меня там получилось. Я её поддел. Вот тут вот штучку лопаточкой. Оп, всё, отцепил. Отлично. Кнопка у меня осталась жива. Надо что-нибудь подложить сюда, чтобы всё это как-то хорошо лежало. У меня здесь есть рядышком какие-то коробки. Надо ещё что-нибудь подложить. Ну и из того, что можно подложить, я нашёл ручку. Пускай будет ручка. О, да, отлично, всё. Ну, нормально, вот здесь можно работать. И продолжаем откручивать всякие болтики. Так, теперь нам надо как-то снять вот эту вот крышечку. Сейчас покажу поближе вот эту. Итак, наверное, теперь понадобится нам вот эта отверточка синяя. Потому что не может же одна и та же отверточка для всего здесь подойти. Да, всё легко подходит и начинает легко откручиваться. Бац. Ой-ой-ой, как всё мелко. Вот, ребят, реально, если будете сами разбирать, аккуратнее старайтесь не потерять ничего. Потому что потом, ну потом я не знаю, где вы такие мелкие болтики найдёте. Второй пошёл. Хорошо, что они магнитятся. Вот, то есть остаются на отвертке. И проще их взять в руку и куда-то убрать. Желательно ещё вот взять какой-нибудь вот такой пинцет. Так, всё что ли? Да, вроде она так как-то немножечко... А, ну тут, ну клей какой-то, да? То есть немножечко надо было силу приложить, чтобы её поднять. Вот, но тем не менее мы всё сняли. Так, дальше нам снова понадобится вот такая вот пластиковая штучка. Есть возможность самому научиться. Почему бы не воспользоваться? Зачем идти обязательно в какие-нибудь сервисные центры, где ещё и деньги с вас возьмут за смену аккумулятора? Здесь также нужно делать всё предельно аккуратно. О, получилось! Так, дальше чё? Это мы сняли. Так, теперь нужно удалить следующие винты. Это у нас вот эти. Так, ручку, наверное, всё-таки уберу и буду придерживать. На самом деле, очень я переживаю почему-то. И мне... Ну, потому что для меня это всё в новинку. И вроде ничего сложного, но какая-то вот именно работа с мелкими материалами... Вот, бывает даже как-то немножко раздражение такое лёгкое есть. Но, чтобы работал айфончик без затрат на смену аккумулятора, лучше, конечно, научиться самому. Так, вот сейчас чуть не потерял. И зато вы будете знать точно, что аккумулятор поставили вы такой, какой заказали. И ничего лишнего вам тут не поставили. Ой-ёй-ёй, всё падает у меня здесь. Главное ещё потом не забыть, в какой последовательности тут всё стояло, если, конечно, тут не одинаковое. Всё. Что делаем дальше? Опять ручку поставлю. Да, я сейчас только что посмотрел в инструкции. Обязательно, главное, запомните последовательность, как должны были быть эти все гайки сложены. Не гайки, а болтики. И каждый болтик должен быть на своём месте. Дальше пинцетом снимаем вот эту вот большую штучку. Всё. Снова берём пластмасску и открепляем каждый шлейф. Вот это вроде шлейф фронтальной камеры. Первый пошёл. Потом идёт шлейф дисплея, который находится чуть ниже. Они, знаете, как вот каждый на друг друге лежит. Вот. Поэтому вот этот самый верхний. Потом идёт шлейф дисплея. Также аккуратненько поддеваем его. Всё. Открепил. Ну и последнее. Это которое находится вот здесь. То есть чуть-чуть приподнимаем вот эти все два шлейфа, которые мы сняли ранее. Всё. Снял последний. А! Это мы сняли полностью крышку. Вот. Пока её откладываем. И у нас остаётся полностью просто задняя сторона iPhone 5s. Так. Ну дальше нам нужно что-то здесь поддеть, чтобы... Или вот у меня есть какая-то штука, которая похожа на медиатор для гитары. Как-то это всё поддевать. Только не знаю, кстати, для чего он нужен здесь. Что-то тут надо какую-то штучку поддеть, которую нужно будет потянуть. Вот. Вот. Что-то я тут начал тянуть. Её как-то надо вытащить. Так. Почти. Что-то начал... Опа. Что-то начало получаться. Бац-бац. Что-то вытянул. Надеюсь, я вытянул то, что надо. Так. Вот. Ну что, потянем немножко, наверное. Так. Да. Вытянул то, что нужно. И мне там написали, что нужно сделать надрез. Не знаю зачем, но сделаю. Беру ножнички. Делаю вот этот самый надрез. Так. Получается, я разделил эту штуку на две части. И нужно медленно почему-то именно одну тянуть. Мне кажется, такое ощущение, что она порвётся. Она рвётся. И чё дальше? Погодите. А как мне тогда? Может, сразу две всё-таки потянуть? Она же... Она же рвётся. Всё. Она уже порвалась. Всё. И чё дальше? Походу, надо поддевать уже чем-то другим. Или, может быть, так и должно быть. Но нам надо теперь как-то вытащить отсюда аккумулятор. Просто поддеваем всем, чем только можно. Попробую пинцетом. Мне кажется, он там вообще прирос. Ну, можно сказать, я изуродовал весь этот аккумулятор. Но достать нам его надо. Назад дороги нет. Я тут прочитал совет в интернете, что нужно феном посушить, так как что-то там, короче, легче будет достать её, нежели смартфон будет холодным. А сейчас я делаю всё на подоконнике, поэтому здесь, скорее всего, из-за холода она очень трудно достается. Пойду феном посушу, чё ж. Так, ну всё, немножко феном я посушил. Теперь попробуем. Должно получиться проще. Телефон у меня сейчас тёпленький. Но вроде... Вроде поддаётся, но приложить силу всё равно надо. Вот такой штучкой попробую. Медиатором. Ну, выглядит реально как медиатор. Но снимается всё равно очень туго. Весь уже изогнул как-то его. Попробуем вот такой металлической. Задней стороной пинцета. Может, получится. Конечно, лучше пластиковый, как я там прочитал. Но если не снимается вообще, то чё делать-то? Знаете, чё я сделал? Согнул пинцет. Офигеть, насколько она сильно здесь приложена. Ну, хорошо, можно его разогнуть обратно. У меня аж этот медиатор, он весь уже покалеченный. Нехило так прикреплена там эта батареечка. А я её ещё хотел вот этой штукой снять. Ну, потянуть за резиночку. Ага, потянул. Ну, ножницы. Может, ножницами, правда. Ну, типа, я там чё-то колю, режу. Не понимаю, правда, чё я там делаю. Ой, запах пошёл. Вот этот вот. Блин. Главное, чтобы ничего не взорвалось у меня тут. Ну, короче, вот реально как... Ну, батарейкой запахло. Запахло весной в феврале. Блин, я её то, что вот прям мну, она ещё сильнее пахнет. Она-то вообще капец. Я вижу, что там происходит. Сейчас я вам покажу. Она-то вообще... Вот эта поверхность, она приросла. Её как-то надо отскребать. И у меня, смотрите, какие-то прям отпечатки остаются от айфона. Вот здесь. Ё-моё. Но это очень интересный опыт, я вам скажу. Реально. Если ни разу не пробовали что-то разбирать, и вам не жалко самому. То есть, потому что айфон 5s я купил за тысячу рублей, а у меня есть ещё один. Я поэтому думаю, хотя бы один восстановлю, чтобы был с нормальной батареей. Как раз опыта наберусь. Поэтому, если у вас будет такая же возможность, обязательно воспользуйтесь. Потому что это, ну, реально, какой-то интересный опыт. Ой, я её там уже порезал, что ли. А-а-а, я её там оторвал. Вот тут. Слушайте, капец. Это либо от того, что я феном посушил батарейку, либо она сама по себе нагрелась. Вот уже, в принципе, можно снять, но он ещё гнётся. Я боюсь вообще руками трогать. Вдруг он там, не знаю, что с ним, что может случиться. Так он уже весь измялся. Я уже окончательно понимаю, что он непригодный для работы. А может быть, даже он бы стал работать лучше в таком состоянии. У меня уже болят пальцы. Но. Ещё чуть-чуть. Ой, он горячий. Там реально какой-то капец. Она отклеилась. Видите, вот эта батарея. А запах? Ой, запах. Ё-моё. Ладно, отложим его. Сейчас я его отложу куда-нибудь подальше. И буду разбираться с остатками, что здесь осталось. Вот это как-то надо содрать всё. Оба-на. Так, ну, эти, наверное, тоже отодрать надо. Потому что там есть новые наклейки, вот такие. Так. Оба-на. Оп. Всё. Так, вот такая вот штучка есть, которая двусторонняя, что ли, она получается. Её нужно наклеить на аккумулятор. Но мы сначала берём сам аккумулятор. Достаем его отсюда. Всё, открываем. Это нам больше не понадобится. Сейчас буду разбираться с этими наклейками. Так, ну что, давайте как-нибудь попытаемся. Я посмотрел приблизительно, как это всё должно выглядеть. Наверное, вот это вот отклеим для начала. Потом. Оба-на. Аккуратненько. Вот не люблю, конечно, с этим всем липким работать. Стёкла клеить защитные и что-то вот подобное. Так, ну, вроде получилось. Да, вроде даже очень хорошо и равномерно. Ну, это я всё прижму, чтобы хорошо приклеилось. И начнём отклеивать. Всё. Ну, как-то так. Может быть, не прям идеально получилось, но что-то... Но что-то получилось. И какой нам стороной здесь надо? Ай-яй-яй. Вот, наверное, такой. Так. Так. Ну, в общем, как-то вставил. Тут вот пытаюсь я вот вставить теперь в нужный разъём. Так, я просто отошёл сейчас, где больше света, чтобы мне прям вблизи посмотреть. И там вот эту штуку я закрепил, получается, и был такой лёгкий щелчок. Вот. Это означает, что батарейку я зафиксировал. Отлично. Теперь надо это как-то всё собрать. Возвращаем на место крышку. Вспоминаем, как тут всё лежало. Начнём с этого шлейфа. Вот с этого. Я так понял, тоже должен быть какой-то щелчок. Для меня очень трудно. Я не могу никак зафиксировать. О, всё. Щелчок был. Отлично. Значит, всё зафиксировал. Следующее. Оп. Всё. То есть тут точно будет понятно, когда зафиксируешь. Должен быть такой щелчок. О, вот всё. Щелчки есть. Крышку зафиксировал. Дальше снова ставим ручку. Чтобы всё это не падало и держалось. Берём вот эту вот нашу большую штучку. Защиту, видимо. И вставляем. Потом это всё фиксируем. В той же последовательности, что и делал я. Так. Опа. Зафиксировал. Отлично. Не люблю я вот эти, правда, мелкие все материалы. Были бы у меня ручки поменьше. А тут у меня по сравнению с чем... Вот с этими болтиками. Просто лапища. И у меня остался последний. Всё. Эту штуку мы завинтили. Осталось вот эту закрыть. Так. Эту закрыл. И эту тоже закрыл. Отлично. Пока всё идёт нормально. Хоть и долго, но нормально. Для вас это не очень долго. А я тут мучаюсь уже... Не знаю сколько. Наверное, час по ощущению. Ну и осталось кнопку Touch ID как-то прифигачить. Так. Ну вот, в общем, вот тут вот шлейфик, который сейчас я тоже приструню. Я вот не пойму. Вроде она как бы и держится. Но щелчка я никакого не слышал. Ну не знаю. Давайте так попробуем. Хотя это опять его придётся открывать. Или можно уже сейчас как бы включить его. Яблочко появилось. Это уже хорошо. И как раз таки проверим, работает ли здесь Touch ID. Если нет, то придётся опять пытаться вставить. Так. Дисплей работает. Уже хорошо. Дальше. Блокируем. Да. Всё работает. Отлично. Теперь нам просто закрыть его надо. Так. Всякие щелчки у меня происходят здесь. Так. Ну вроде нормально. Да. И теперь осталось завинтить вот этими всеми гайками. Блин. Почему гайками? Болтиками. Так. Первый пошёл. Ну и походу всё. Да. Я поменял самостоятельно аккумулятор у iPhone 5s. Теперь он будет его держать дольше. Но я по крайней мере на это надеюсь. Я конечно же обо всём этом расскажу. Со временем. Только в своём телеграм канале. О том. Как держит зарядку iPhone 5s. Именно с изменённым аккумулятором. Ссылку кстати на этот аккумулятор. Откуда я брал его. Я оставлю в описании. Вот. Поэтому если кому тоже нужен аккумулятор. Чтобы заменить его на своём старичке iPhone 5s. Возможно кто-то его даже не воспринимает как старичка. И как раз таки можно поменять его по моей инструкции. Но конечно лучше смотреть у каких-нибудь более профессионалов. Которые уже не раз меняют аккумулятор. А тут я первый раз что-то сделал. И вроде у меня. Ну вроде получилось. Можете меня поздравить. А концовочку я решил записать как раз таки на данный iPhone 5s. Который я так скажем отремонтировал. В общем подписывайтесь на мой инстаграм. На группу вконтакте. На этот канал. На канал живой антронет. Это лайв канал. Ну и так же на телеграм канал обязательно. Так как я там скажу. Свои ощущения после использования данного iPhone 5s. С увеличенным аккумулятором. Дольше ли он держит его или же нет. Ну и всем удачи. И пока. Ещё обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok